Итак, джентльмены, доброго времени суток. И сегодня у нас будет катушка Diva Endzone. Это бюджетный Endzone именно 2020 года, который вы очень давно просили. И я так думаю, что это будет скорее не полноценный, очень такой щепетильный обзор этой катушки, а скорее ее сравнение с катушкой Diva Ninja в 6000 размере, как и это. Потому как они сделаны на одной базе. Я ее еще не разбирал, но как минимум внешне и по кинематической схеме они выглядят практически одинаково. Остановимся в основном на их отличиях. Смотрите, это у нас катушка в 6000 размере с приставочкой P, то есть SS означает Super Shallow, то есть здесь достаточно мелкая шпуль. P означает Power, то есть здесь пониженная передатка. В отличие от передатки, например, у Ниндзи, которую я сегодня буду показывать, у нее 5.1, то здесь 4.9. И вангую, что размеры шестеренок могут оказаться разными. Так как, например, происходит в 4000 размере. То есть с обычной передаткой 5.1 или, в общем, 5 с чем-то. Там идет 32 мм и, по-моему, 29.5 у Power. Ну, просто уменьшили количество зубьев и уменьшили колесо. Его полностью не переработали под те же размеры. Вес данной катушки 380 грамм. Ну, как бы, не много, не мало. Ну, имеем сколько имеем. Примерно столько же и весит Daiva Ninja. Дальше 12 килограмм на фрикцион. Ниндзон 86 сантиметров за оборот. Соответственно, здесь, как мы видим, 92. Это у меня обычная Ниндзя без приставки фидера. Разница в весе здесь вызвана тем, что у вот этой обычной Ниндзя, а N-Zone, ну, то есть у нее ручка простая, без вот этой вот кнопки. У N-Zone более такая тяжелая ручка и шпуль мелкая, поэтому она сама по себе весит немножко больше. Больше металла нужно на изготовление мелкой шпули. Как и все катушки Daiva LT, она комплектуется дополнительными шейбочками под шпулю для регулировки укладки. Ну, и, в принципе, это все. Дальше здесь есть вот эта вот складная ручка. Кто-то любит, кто-то ненавидит. Мне лично не так, чтобы сильно нравилось, но, в принципе, я видел прокастеры с полностью вот такой вот ручкой. Это очень старая ручка у Daiva. Я видел прокастеры с полностью убитыми главными парами, но ручками вот здесь вот совершенно без люфта. И в то же время я видел катушки Daiva, по-моему, TDM приходила как-то мне на ТО. С вот такой вот ручкой, у которой был прям выраженный люфт. Не то, чтобы он был как у китайских катушек, что прям сразу. Ну, вот он, чуть-чуть он был все-таки. Поэтому плюс это или минус складная ручка. Да, при транспортировке это удобнее. Лично мне не так, чтобы это сильно нравилось. Вот. Это первое отличие от Daiva Ninja. Обычный, не фидер. Как-то раз с приставкой фидер, ну, по сути, то же самое, но с передаткой повыше. Ну, возможно, там еще что-то внутри будет, чего я сразу не заметил. Дальше. Отличие Enzone от Ninja следующее. Напомню, это Enzone, не Enzone+. Это клипса. А клипса в данном случае идет вот такая вот кругленькая. То есть форма клипса у нас отличается. Это не хип клипса, которая подпружинена еще вверх. Это вот стандартная, как бы, ЛТ-шная подпружиненная клипса, но кругленькая. В обычной Ninja версии не фидер в 6000 размере, ну, 4 и 5 тоже, а вот эта клипса является не подпружиненной. Если брать какие-то там легалисы и дороже, то там она уже подпружинена идет. Либо Ninja версия фидер, там она тоже идет подпружинена. А со шнурами, в принципе, проблем я никаких не заметил с тем, что она не подпружинена. Никаких отстрелов, обрывов, вот ничего, никаких абсолютно проблем у меня не было. А леску, если сюда загонять особенно толстую, то она такая чуть-чуть пожеванная, из-под клипсы, из-под вот этой не подпружиненной выходит. Ну, тогда уже, да, если собираетесь ловить на леску, нужно смотреть все-таки на шпульки на версии этой же катушки, либо на более продвинутой версии, либо докупать дополнительно шпуль, но все-таки лучше, чтобы клипсы были подпружинены. Ну, либо сразу брать инзон, да. Да, фрикцион здесь длинный, естественно, то есть полностью расслабленный, да. И теперь мы 1, 2, 3, с половиной. Ну, короче, чуть больше 3,5 оборотов. Но, если мы захотим его укоротить, это сделать достаточно легко. То есть, мы берем гайку фрикциона, снимаем манжету, вытаскиваем вот эту вот нашу пружинку. Так, есть, вытащили, да. Открываем это все дело. И просто вот эту пружинку меняем на втулку либо аналогичных размеров, по высоте она должна быть аналогичной, а по диаметру может немножко отличаться, на жесткую втулку. То есть, пружину заменили на жесткую втулку, фрикцион стал быстрым. Да, еще, друзья, такая штука, вот, пока не забыл. Смотрите, данная катушка вот пришла с очень распространенной болячкой ЛТ-шных катушек в 6000 размере. То есть, если мы покрутим очень медленно, то услышим свист обгонной муфты. Если мы отключаем пружину, ну, то, естественно, свиста никакого нету. Это все свистит обгонка. Причиной тому является перетянутая пружина и, в общем, немного влияет шероховатости на поверхности тормозного барабана. Дайва после выхода вот этой вот концепции ЛТ немножко подзабила на качество обгонных муфт и они стали, ну, скажем так, плохо заполированные. Возможно, раньше попадались и особо... Ну, как бы, вот, с такими прям шероховатостями, которые есть на обгонных муфтах катушек Дайвел Ти, я на более старых не сталкивался, хотя держал их в руках очень мало. Вот, смотрите, против вот этого вот всего немножко помогает полировка тормозного барабана, но мы это все пофиксим потом. Изредка помогает просто замена масла на более скользкое и можно чуть-чуть еще так же послабить пружину. И если мы даже до вот такого положения подвинем флажок, обгонная муфта будет работать все так же, то есть она абсолютно мгновенно будет останавливать наш ротор, он не будет крутиться в обратном направлении. Но свиста не будет. Так, и, наверное, последнее внешнее отличие от Дайвы Ниндзи – это кноп. Здесь кнопик вот из старого материала, в старой концепции выполнен Дайвел Ти. Он тоже неразборной, то есть он немножко отличается у нас по форме. И он не липкий, в отличие от вот этих новых кнопок Дайвел Ти. Лучше он или хуже? Ну, я сказать не могу. Мне этот и тот удобный. Дальше в ролике у нас здесь абсолютно точно такой же у нас ролик Твистбастер. Так, вот так вот смотрим, да? Черная втулочка. И вот здесь вот у нас система из двух втулочек. В принципе, все работает и с ним, и с этой втулкой, особенно с теми весами, на которые вы будете ловить на эту катушку. Прям вроде как проблем никаких и нету. Но эти штуки имеют свойство немножко так снашиваться побыстрее, чем подшипник. И при отрицательных температурах все-таки крутится... Ну, это зависит, конечно, от масла, но при отрицательных температурах ролики с вот такими втулками крутятся все-таки подяжелее, чем подшипники. Поэтому мы его заменим на японский подшипник 3х6х2.5 и две дистанционных шайбочки, точно так же, как и на Дайви Ниндзя я сделал. И, кстати говоря, конкретно вот эту катушку я покупал чисто для обзора. Ну, то есть, я не хочу менять шило на мыло, менять свою старую катушку на чуть-чуть более мощную, но, по сути, такую же новую. Я ее вот тюнингую и продам информацию о том, за сколько, как и где будет в первом закрепленном комментарии. Если он все еще там, значит, катушка продается. Если его нет, значит, она уже продана. Так, дальше, по сути, здесь ничего особо интересного нет. То есть, здесь все та же система с подторможивателем ротора, такая же самая пружинка. Я даже открывать не буду. Здесь также есть на вот этом вот рычаге самом есть пластиковые вставочки, точно так же, как и у Дайви Ниндзя, которые как бы препятствуют быстрому износу именно этого узла, чтобы душка не клевала вниз. Так, еще один небольшой такой момент. Смотрите, чем характерен ротор именно 6000-х Дайвл-Т, не исключением и инзон. Это тем, что здесь вот у нас есть такая вот опрессовка из желтого металла, для того, чтобы усилить шейку ротора. Чтобы не было прокручиваний, переломов, каких-то пережатий. Ну, короче, штука довольно нужна в больших катушках. Так, и теперь у нас кульминационный момент. Открываем катушечку. Видим, что цвет нашего корпуса, он как бы отличается от цвета, пластика корпуса Ниндзя. Но как бы нам от этого ни холодно, ни жарко. Так, а вот здесь, вот смотрите, размер, что мне прям понравилось. Так, опа. То есть размер главной шестерни. Здесь 36 мм. Точно так же, как и у катушках с более высокой передаткой. Именно в 6000-м размере. Так, ну и как видим, дальше все остальное в целом. Такая же самая обгонка, как у Ниндзи. Все то же самое. Вот, собственно говоря, наш плохо заполированный тормозной барабан. Вот у катушек Шимана такой фигни нету. У катушек Тика такой фигни даже нету. У катушек Акума такой фигни нету. Ну, да, его есть. А в целом это влияет еще на шум работы обгонки. То есть, когда она крутится, она немножко шелестит. Так, ну и, собственно говоря, вот она наша главная пара. Все прекрасно и хорошо смазано. Здесь такие же самые подшипники NMB, как и у Ниндзи. Ну, и как и у других ЛТшках дешевых. И здесь нету посадочного места, какой-то втулочки под хвостовой подшипник пеньона. То есть, X-шипа здесь нет и возможности установки нету. Ну, то есть, Ниндзя-Ниндзи. Как итог, мы имеем катушку Dive Enzone 20LT. Ну, по сути, это Dive Enzone 20LT с пониженной передаткой и с немножко другой клипсой. Итак, наша катушечка собрана. Вот эту ситуацию с обгонкой, со свистом ее немножко пофиксили. То есть, она все еще, конечно же, будет немножко шелестеть. Ну, короче, в идеале бы и тормозной барабан заполлировать, но у меня нету гровера, поэтому я этого делать не буду, чтобы обгонка работала чуточку потише. Как я пофиксил свист обгонки? Да, просто-напросто перемазал ее более таким, ну, более густым маслом. Хотя, на самом деле, для обгонок не слишком-то рекомендуется более густые масла. Ну, скажем так, они мажутся обычно достаточно жидкими маслами. Вот это, хоть на нем написано Fast Oil, вот это масло помогло. Оно формирует такую достаточно жирную устойчивую пленку. И это синтетика, это HTA, либо же High-Tech Aerosol Real Fast Oil. Быстрое масло. Оно не так, чтобы супербыстрое, на самом деле. То есть, если мы его сравним с вот этим вот маслом Dive, то вот это будет более такое жидкое. Но, за счет того, что это синтетика, оно имеет достаточно... Короче, оно достаточно стабильно, и при отрезательных температурах оно загусает не так сильно, как, например, минеральное масло. Я уже ложил эту катушку в пакет, потом в морозилку, она лежала у меня там около часа, достал, покрутил. То есть, все нормально работает. То есть, масло при отрезательных температурах работает, и обгонка не... Ну, в общем, не перестает стопориться. Вот этот стопор обратного хода никуда не теряется у нас. То есть, окей, просто перемазал вот этим маслом. Ну, то есть, звуков никаких, да? А в целом, по катушке, что могу сказать? Стоит, не стоит покупать? Вполне и вполне можно. Например, хочу ли я заменить свою ниндзю? Она немножко уже побитая. Ну, стал бы ли я менять вот эту на эту? Ну, по сути, шила на мыло, наверное, нет. Единственное, что если бы в моей ловле рыбалки часто бы фигурировали... В общем, если бы я часто ловил на кормушке 120-ки, то, наверное, все-таки Нзон было бы взять, ну, поинтереснее. Более низкая придатка, это все-таки плюс к мощности, значит, она полегче будет таскать. А лично мне на кормушке абсолютно любой формы, вот этой вот ниндзей с передаткой 5.1 до 100 грамм включительно ловить прям совсем комфортно. Большую часть весны я на нее же ловил и на 120-ки отловил, на вот такие... Это кормушечки RIV с усами. Ну, они для большого течения специально. Ну, ничего, жива. Но вот этой катушкой было бы таскать их явно полегче. Так что такие вот дела. Как итог, мы имеем весьма и весьма неплохую катушку. Ну, то есть, нравится ли мне Нзон? Да, да, вполне-вполне. Ручка спорная, но все остальное меня, в принципе, устраивает. А по поводу обгонки и качества в целом. Dive LT... Ну, блин, ребят, такова жизнь. Как бы, с этим ничего не поделаешь. Чуть-чуть Dive в качестве просела. Но, например, у Shimano аналога вот прям этой катушки в этом же размере. Да еще и чтобы со стопором вратного хода было нет. Вообще, есть 6000-е, но они уже более такие мощные и тяжелые. Ну, то есть, эти катушки в своем ценовом сегменте по соотношению цены, качества, удобства. Но, все-таки, мне кажется, они все еще доминируют на рынке на момент съемки этого видео. Ну, и подпружиненная клипса, если захотите ловить на флэт, на леску, то, в принципе, тоже для этого подходит. Вот. Если вдруг что-то упустил, пропустил, задавайте вопросы в комментариях. Также же не забывайте, что эта катушка, вот, прямо сейчас, я ее после того, как опубликую видео, буду продавать. А в нее уже установлен подшипник EZO SMR 3х6х2.5 плюс 2 шайбочки. Ну, а на этом все. Не забывайте подписываться на канал. Ставим лайки, ставим дизлайки. Обязательно пишем комментарии. Можете даже смайликов с какашками накидать. Все равно это помогает продвижению видео. Вот. На этом все. Пока-пока. И до встречи в следующих видео. Субтитры сделал DimaTorzok